В горячем ключе прошла акция «Спроси меня». Студенты медицинского колледжа и работники городской поликлиники отвечали на вопросы местных жителей о вакцинации от коронавируса. Самые популярные вопросы – где можно сделать прививку, когда она начнет действовать, есть ли противопоказания и какие анализы нужно сдавать перед уколом. Эти и другие вопросы о вакцинации в ближайшие 13 минут мы будем задавать Игорю Люлину, заместителю главного врача специализированной клинической инфекционной больницы. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Сергеевич, на сегодняшний день какими данными обладает Минздрав, сколько людей в крае уже получили свою прививку? В край поступило порядка полумиллиона доз различных вакцин, преимущественно это спутник ВИ, и подавляющее большинство этих доз уже введено гражданам. Если точно сказать, то первым компонентом это 402 тысячи человек, и вторым – 240 тысяч человек. Есть остатки, соответственно, люди продолжают записываться, и на сегодняшний день эта вакцинация доступна. То есть двигаемся хорошими темпами? Мы двигаемся хорошими темпами. Скажите, а сколько вообще вот этих стационарных пунктов вакцинации по краю? И на базе каких учреждений? Одна из задач Министерства здравоохранения – это обеспечить доступность и качество проведения любой медицинской манипуляции, в том числе вакцинации. На сегодняшний день сертифицировано и открыто 239 стационарных пунктов и 56 выездных. Кроме того, есть еще 24 мобильных ФАПа, которые работают в труднодоступных районах края. Меры каким образом соблюдаются, чтобы человек, когда пришел, ни с кем не пересекался и не заболел до того, как начал действовать? Ну, перед приходом на пункт вакцинации обязательная термиментрия. То есть у человека не должно быть острого инфекционного заболевания с высокой температурой. Если это так, то он просто не допускается даже у входа вот этого. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты. То есть люди, даже находясь в общем-то там в каком-то помещении, они все равно защищают органы дыхания маской. Ну и, естественно, медицинский осмотр, где еще один фильтр и оценка состояния пациента. Затем инъекция. И вот эта предварительная запись позволяет нам избежать очередей, позволяет избежать длительного ожидания, соответственно, контактов. Как раз вот такая плановая работа, пошагово, когда один пациент ушел, другой подошел, позволяет нам ограничить контакты и тем самым обезопасить людей, которые пришли на вакцинацию. Чтобы люди вовремя пришли и сделали эту прививку, нужно их информировать. Скажите, как Министерство здравоохранения строит политику в плане информирования? Как-то на сайте Минздрава можно узнать подробности или еще каким-то образом? На самом деле, внимание к ковиду привлечено на протяжении уже более чем года. И это одна из глобальных проблем и здравоохранения, и социальной сферы. Поэтому большинство людей так или иначе связано сегодня с проблемой ковида. Естественно, появилось средство профилактики, которое позволяет контролировать заболеваемость. И население, естественно, информируется через средства массовой информации. Сегодняшний мой визит на телевидение связан именно с тем, чтобы донести популярно эту информацию. Кроме того, есть социальные сети, есть официальные сайты медицинских организаций края, и Министерство здравоохранения регионального, федеральные центры. Поэтому все доступные каналы коммуникации, которые у нас есть, мы используем для того, чтобы донести правильную информацию, современную, адекватную, до граждан. Игорь Сергеевич, насколько я знаю, что сейчас уже довольно хорошо отлажены механизмы, как получить прививку, чтобы не ждать в очереди и прочее. Но если более предметно, расскажите, где и как это сделать? Еще раз, пункты вакцинации открыты в медицинских организациях, лицензированных. Там работают специалисты, которые получили специальную подготовку. Имеется определенное правило оснащения, хранение вакцин, транспортировки. То есть это те моменты, которые строго отслеживаются и надзорными органами, и Роспотребнадзором, и Министерством здравоохранения. Соответственно, вот эти 239 стационарных пунктов – это медицинские организации, преимущественно поликлиники, либо центральные районные больницы, где есть эти прививочные кабинеты, и гражданин может либо через регистратуру своей поликлиники, где его сориентируют, где это находится, либо через единый портал государственных услуг. Там достаточно простые шаги, когда выбирается запись, и в открытый слот человек записывается. И к этому времени приходит на вакцинацию. Вот все время, когда заходит разговор о вакцинации, всегда отмечается, что в первую очередь нужно получить прививку именно пожилым людям. Почему именно пожилым? И когда мы говорим, называем людей пожилыми, мы о каком возрасте говорим? Ну, 60+, есть такая вот за последний год, во всяком случае, категория, уже выделена, где мы понимаем, что новая коронавирусная инфекция имеет более тяжелое течение и более высокие риски фатальных осложнений именно в категории людей старшего возрастной группы, предпенсионного, пенсионного возраста. Поэтому и профилактические мероприятия целевым образом реализуются именно в этой группе. Это позволяет существенно снизить заболеваемость и смертность от этой инфекции. Это не значит, что всех остальных мы не принимаем и не вакцинируем. Любой гражданин старше 18 лет точно так же может записаться на прием и получить соответствующую профилактическую прививку совершенно бесплатно, предоставив персональные данные, номер паспорта, полис, СНИЛС. Министерство здравоохранения у нас владеет всеми данными. Скажите, пожилые люди как-то активно к этому вопросу подходят? Серьезно? На самом деле пожилые люди – это люди, умудренные опытом, жизненным опытом, сложным иногда. И поэтому как раз в этой категории гораздо проще доносить информацию. И, как правило, это гораздо более дисциплинированные люди, ответственно относящиеся к своему здоровью. И при наличии возможности, естественно, эта категория прежде всего обращается за медицинской помощью. Ну и если говорить о всех введенных уже сегодня дозах вакцины, более 53% – это лица как раз старшей возрастной группы. Игорь Сергеевич, чтобы люди не переживали, когда запишутся на прививку, расскажите, есть ли какие-то побочные эффекты? Они не отличаются существенно от побочных эффектов других вакцин. Как правило, это в части случаев от 3 до 7% могут быть лихорадочные реакции кратковременные, повышение температуры до 37-37,5 градусов. Может быть, общее недомогание, какая-то ломота в течение 1-2 дней. Ну и может быть, легкая болезнь на смесь инъекций. Как правило, это быстро проходит, вполне переносится неплохо. Но в любом случае все нежелательные явления или все какие-то моменты, связанные со здоровьем, требуют обращения к участковому терапевту для того, чтобы оценить состояние, своевременно организовать медицинскую помощь. Поэтому все проблемы, связанные с вакцинацией, состоянием здоровья, в том числе находятся под контролем Роспотребнадзора. И это обязанность участкового терапевта отслеживать нежелательные явления. Раз затронули вопрос именно по поводу участковых терапевтов, скажите, какая подготовка к прививке? Нужно сдавать какие-то анализы? Какие документы с собой нужны? Вообще нужна ли какая-то подготовка к этому процессу? Ну, вся информация о вакцинации вносится в специальный портал, единый в федеральную базу. Поэтому при записи на вакцинацию, при проведении вакцинации, нужно предоставить удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство. Это позволяет внести данные пациента в эту базу. И у нас появляется федеральная статистика, региональная статистика для того, чтобы отслеживать вот эту динамику. С точки зрения ограничений, у нас есть возрастные, связанные с тем, что вакцина рекомендована лицам старше 18 лет. То есть взрослым верхней планки нет. То есть независимо от того, 65 лет вам, 75 или 125. То есть любой гражданин может получить прививку. Ну и кроме того, есть ограничения, связанные с беременностью и кормлением груди. Остальные являются относительными. И как раз медицинский осмотр перед вакцинацией является обязательным требованием. Врач или медицинский работник, которому это поручено, оценивает состояние пациента и дает допуск к вакцинации. А вот пункты по вакцинации чем оснащаются? Ну это стандартизированное подразделение медицинское. Это процедурный кабинет, который имеет специальное холодильное оборудование, дезинфицирующее оборудование. Оборудовано процедурным столиком, рабочим местом медсестры и врача. То есть это прописано в стандартной операционной процедуры оснащения, которая, собственно говоря, едина для всех стационарных пунктов, мобильных в том числе. Игорь Сергеевич, а у нас, насколько я знаю, что несколько видов вакцин есть, но выбран именно спутник ВИ. Почему он? Ну, на самом деле в России зарегистрировано три вакцины. Это разные технологические и научные подходы просто к созданию вакцин. Спутник ВИ или гамм-ковид-ва, как полное его название. Это вакцина первая, которая зарегистрирована. И на сегодняшний день в России это основная вакцина для массовой вакцинации. И все производственные силы на сегодняшний день направлены на производство именно этой вакцины, что позволит охватить максимум населения. Остальные вакцины также производятся, просто их количество меньше и технологические возможности ограничены. А уже у Минздрава есть какие-то цифры, как вакцинация влияет на распространение инфекции? Ну, на самом деле на распространение инфекции не влияет какой-то одна позиция. На распространение инфекции влияет целый комплекс мер. Это и ограничительные мероприятия, и поведение людей, и моменты, связанные с вакцинацией в том числе. К сожалению, пока мы только начинаем вот эти несколько месяцев массовый охват вакцинации. И это не является пока ключевым моментом, влияющим на заболеваемость. Тем не менее, вакцинация людей старшего возрастной группы, это вот сегодня основной фактор, который позволяет избежать заболеваний и смерти. Поэтому это важнейший элемент профилактический, и мы надеемся, что именно за счет массовой вакцинации нам удастся стабилизировать ситуацию и свести ее к штатным. Игорь Сергеевич, а вот Вы сказали, что это не единственная мера по борьбе с заболеваниями. А что еще нужно делать? Какие еще меры нужно предпринимать, чтобы побороть все-таки болезнь? Мы говорим об этом на протяжении целого года, как минимум. Это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку, воздушно-капельным и контактным путем. Поэтому ограничение контактов разумное, ношение средств индивидуальной защиты, использование санитайзеров, дезинфицирующих средств. И на сегодняшний день важнейшим компонентом является вакцинация. Это то, что позволяет ограничить передачу инфекции и уменьшить количество людей заболевающих. Маски все еще нужно использовать? На сегодняшний день ситуация эпидемиологическая остается достаточно сложной. Да, есть тенденции к улучшению, но тем не менее мы видим, как инфекция распространяется в мире. К сожалению, мы не охватили все население, которое подлежит вакцинации. Поэтому ситуация с такого строгого, достаточно противоэпидемического режима сохраняется. В общественных местах рекомендуется использовать средства респираторной гигиены. Скажите, а вот если, получается, у нас сейчас предвидим майские праздники. То есть совет врача, как себя вести именно во время праздников, чтобы минимально шансы опустить, чтобы не заразиться? Еще раз повторюсь, это примерно те же самые рекомендации. То есть если вы не болели, если вы не привиты, то это режим самоизоляции, ограничения контактов. Если у вас есть уже статус переболевшего, если у вас есть антитела, или вы получили полный курс вакцинации, прошло время достаточное для выработки антител, то вы можете перемещаться, ездить, отдыхать. Тем не менее, рекомендации по ограничению контактов и использованию средств индивидуальной защиты точно так же сохраняются. Мы живем во время эпидемии. И повода для того, чтобы расслабляться. Мы видим, что и часть стран закрыты. И мы понимаем, что в Краснодарский край в ближайшие недели будет достаточно большой наплыв людей. Поэтому очень важно разумно относиться к собственному здоровью, к собственным контактам. И где-то лишний раз перестраховаться. Игорь Сергеевич, ну вообще в целом можно чувствовать себя спокойно за нашу медицину, что мы именно смогли справиться, взять ситуацию под контроль? Те меры, которые мы принимаем, мы приняли и наличие средств профилактики, которые разработаны отечественными учеными и производятся отечественные промышленности. Это, безусловно, момент гордости за то, что сделано. Спасибо вам за интересный разговор и спасибо, что нашли время и пришли к нам. Это были 13 минут с Игорем Люлиным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok